МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Леонидович Филимонов родился в 1926 году в городе Ветка Гомельской области. Еще до войны его большая семья осиротела, умерла мать. Отец – инвалид Первой мировой. На старшего Сергея в 15 лет легли все тяготы взрослой жизни. Потом родной город оккупировали немцы. Положение семьи ухудшилось. Но и тогда удавалось находить заработки, кормить родных. После освобождения Ветки Сергей Филимонов был призван в Красную армию и направлен на курсы механиков-водителей-танкистов. Через полгода он уже в действующей армии. В разгаре победной операции «Багратион» Сергей Леонидович освобождает родные земли. Их танковая бригада в составе 92-й стрелковой дивизии преследовали фашистов в направлении на город Полоцк. Немцы усиленно сопротивлялись. Они обстреливали из минометов, противотанковой артиллерии обстреливали. Естественно, какие-то танки были подбиты. Дедушкин танк тоже получил повреждения. Снарядом разорвало два трака правой гусеницы. И танк уже не мог двигаться дальше. Вся бригада ушла вперед, они остались. Рядом взрывались снаряды какие-то. Командир танка по рации сообщил комбату о случившемся. И он принял решение ремонтировать танк в боевых условиях. Вообще, это очень трудоемкая работа в простых даже условиях. А во время боя это тем более тяжело. За 40 минут они справились. И уже когда обратно залезали в танк, рядом разорвался снаряд. Нина. Заряжающему ранила руку, а дедушке ранило левое плечо. Ну, хорошо, что рана была несерьезная, и танком он управлять мог. Они... На тот момент танковая бригада с пехотинцами, она уже вела бой в самом Полоцке. И их исправный танк последовал туда. И вот за этот бой и за ремонт танка в боевых условиях весь экипаж был награжден. Он говорит, вот мы бежим все, друг мой бежит, а рядом раз и упала бомба, и друга нету, и все. Ну, вот это вот страшно было. Это было очень тяжелое испытание, война. Но я считаю, он смог вынести свой характер вот так вот, да? Он смог эту доброту сохранить, потому что, конечно, тяжело не озлобиться. Я дедушкой очень горжусь. Я бы хотела, чтобы такого никогда не повторилось. Потому что вот таких событий больше никогда не повторилось. Люди должны делать все, что они могут, чтобы избежать такой трагедии. Надо гордиться тем, что сделали они. Потому что это не каждый может. Это просто не каждый может. И этим нужно гордиться, это нужно помнить, это нужно уважать. И надо всегда помнить о тех людях, благодаря которым мы живем. Мы просто живем благодаря им. Потому что если бы не они, у нас бы жизни просто не было. Субтитры создавал DimaTorzok